Уважаемые соотечественники, дорогие белорусы, ветераны! Я обращаюсь сегодня ко всем жителям нашей цветущей, синяокой Беларуси, к тем, кто живет в столице нашей республики, городе-герое Минске, ко всем тем, кто живет в городах и агрогородках, ко всем тем, кто живет в маленьких деревнях. Поздравляю всех вас с Днем Великой Победы! Мы вновь, как и прежде, встречаем Победный Май, который в далеком 45-м прошлого века принес свободу белорусам и всем братским народам нашей необъятной страны, Советского Союза. Чем дальше уходят в историю героические и трагические события Великой Отечественной войны, тем величественнее и грандиознее встает перед нами жертвенный подвиг наших дедов и прадедов, тех, кто спас человечество от порабощения и истребления. Это была эпохальная битва за жизнь на земле, за сохранение рода человеческого, великая победа добра над вселенским злом. Мы преклоняемся перед героизмом и стойкостью воинов-фронтовиков, партизан-подпольщиков и тружеников тыла, без которых невозможно была бы победа. Вы, павшие в боях, умершие от ран, уважаемые ветераны, подарили нам немеркнущий свет Великой Победы, путеводную звезду, которая будет вечно светить многим поколениям белорусов, придавая силы для нашего созидания, для нашего движения вперед. И только вперед, не глядя ни на какие сложности, проблемы и трудности. Им было сложнее. И они сегодня свысока смотрят оттуда на нас. И у них один немой вопрос. Выстоим мы или нет? Выстоим. Беларусь славит героев-ветеранов и всегда будет помнить ваш подвиг. Мы преклоняемся перед самоотверженным трудом тех, кто, вернувшись на пепелище родных городов и сел, поднимал страну из руин. Нам было труднее всех. Потому что на этой земле не осталось ничего и никого, кроме женщин, детей, инвалидов и обессиленных солдат, вернувшихся с фронта. Мы пахали и сеяли, используя женский и детский труд. Даже лошадей не осталось. Мы никогда не забудем, что миллионы наших соотечественников сложили головы на полях сражений, сгинули в лагерах смерти, были повешены, расстреляны или замучены в гестаповских застенках. Мы это помним, а кто забыл, напомним. Низко склоняем головы перед памятью тех, кто погиб. Скорбим об ушедших от нас ветеранов. Давайте сегодня почтим наших героев минутой молчания. Музыка Каждый год 9 мая мы приходим к монументу победы. Продолжаем традицию встреч фронтовиков и партизан у вечного дня и других памятных мест. Сегодня я задаюсь вопросом, как и вы. Могли ли герои войны тогда подумать, что спустя 80 лет их детям и внукам придется бороться за правду о великой победе, за право честовать в этот святой день воинов-победителей. Это немыслимо, что в то время, когда мы заботимся о сохранении памяти, последователи оккупантов и их приспешников, они упрекают нас в милитаризме и прославлении войны. Нас, наследников тех, которые не пришли с войны, каждый третий. Мы, как никто другой, хлебнули этого горя и постоянно говорим о том, что война страшна. Нам не нужна война. Подоплека их очевидна. Мечтая о глобальном господстве, современные неоколониалисты умышленно сеют национальную рознь, плодят кровавые конфликты на планете и вновь пытаются одеть молодежь в коричневую униформу. Делают все, чтобы мы забыли подвиг наших дедов и страшную правду о войне. Именно поэтому нам навязывают флаги и гимны, опороченные сотрудничеством с гитлеровскими убийцами вместо символов великой победы, мира и созидания. Сегодня мы должны открыто говорить, что белорусы в годы Великой Отечественной войны впервые в своей истории столкнулись с массовым и планомерным истреблением мирного населения. Это на руках фашистов, полицая, других коллаборантов кровь тысячи тысяч миллионов невинных жертв, женщин, стариков и детей. мир должен знать и помнить о трагедии нашего народа, белорусского народа. И мы будем эту тему поднимать на самый высокий международный уровень, чтобы они помнили и не забывали. И пусть наследники нацистов даже не мечтают, что когда уйдут последние свидетели геноцида белорусского и других народов, с ними уйдет историческая правда. Дорогие ветераны, вас очень немного осталось, но вы должны помнить и уходя от нас передать тем, кто на нас сегодня смотрит оттуда. Мы никогда не предадим ваш подвиг и никому не позволим отобрать у нас вашу великую победу. Тем более мы никому не позволим опорочить все то, что вы сделали в своей жизни, защитив Европу от коричневой чумы. Сегодня с нами дети войны, которые своими глазами видели, как гитлеровские изуверы, прислужники полица и жгли их матерей, братьев и сестер, как пытали и вешали патриотов, как убивали младенцев. Их голоса звучат сегодня и мы сохраним каждый из них в документах, книгах, фильмах. Нас не будет, но их свидетельство обязательно услышат будущее поколение. Это правда будет жить всегда. Дорогие друзья, Великая Победа одно из самых грандиозных событий в истории белорусского народа, а подвиг наших воинов символ мужества, патриотизма и человечности. Пример сплоченности, дружбы и братства людей разных убеждений и веры. Неиссякаемый источник мощной созидательной духовной энергии, которая так необходима нам сегодня в год нашего единства. Чтобы сохранить Беларусь, ее суверенитет и независимость, нам нужно самое простое быть рядом, сплотиться. Так как это сделали советские воины в грозные годы войны и после нее, когда восстанавливали разрушенный и сожженный дотла большой отчий дом. Надо всеми силами крепить единство народа, чтобы наши дети, внуки и правнуки, свято храня героическое наследие предков, всегда жили и трудились в красивой, мирной и обязательно счастливой стране. Дорогие друзья, я понимаю, после тех событий, которые прошли в прошлом году и того, что нам обещают в этом году, мы несколько, ну, откровенно говоря, перенапрягли наше общество. Может, кто-то излишне беспокоится о мире и безопасности. Может, кто-то вообще в это перестал верить. Так вот, я сейчас обращаюсь к вам, тем, кто не верит. Запомните, пока наше поколение живо, Беларусь всегда будет стоять намертво. Мы будем жить, мы будем жить на своей земле. Я клянусь вам в этом святом месте, что мы никогда не позволим смотреть на нашу землю с презрением. Ту землю, которую вы выстояли в годы лихолетия и отвоевали. Мы будем ее защищать, чего бы нам не стоило. Я обращаюсь к вам. Тот, кто насторожился в связи с последними событиями, даже не думайте и не беспокойтесь за будущее своих детей, внуков и за свое будущее. Мы сделаем все для того, чтобы над нашей землей сияло вот такое солнце, как сегодня и было голубое небо. Мы сделаем все, чтобы молодые мамы и папы со своими детишками в любое время, суток могли выйти на улицу и пройтись по своей земле, как это было всегда. Так будет, я вам обещаю, я клянусь, что так будет, и я хочу, чтобы нас услышали не только в Беларуси, но там. Вы знаете, кто? С праздником победы, дорогие друзья! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ